МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цирк Дюсалей – самый молодой и знаменитый цирк мира. Ему всего 34 года. Его основали Гила Либерте и Жильсен Круа. Тогда это была уличная труппа из 20 человек. Зарабатывали артисты немного, и когда поехали на первые гастроли в Лас-Вегас, у них не было денег даже на обратный билет. Сейчас годовая выручка цирка превышает 600 миллионов долларов. А в штате компании 4000 человек из 50 стран. 1300 из них – артисты. Цирк Дюсалей – это не совсем цирк. Эта компания, создающая шоу, в которых сочетаются цирковое искусство и элементы уличных представлений – живая музыка, дизайн и хореография. Часть труппы выступает в Лас-Вегасе, на стационарных площадках и на гастроли не ездят. Другая разъезжает по миру и дает представления на арене под временными шатрами Шепито. Третья – на спортивных аренах или в больших концертных залах. Каждое шоу создают на родине знаменитого цирка – в канадском Монреале. Туда привозят артистов со всех концов света. В компании есть отдел охотников за головами. Сотрудники этого отдела просматривают ролики на YouTube, ездят по миру, посещают цирковые представления и спортивные соревнования. Всех, кто им понравился, приглашают в Монреаль. У меня такое спортивное прошлое за плечами. Я в Канаде училась и выступала за национальную сборную Канады. По художественной гимнастике я соревновалась на чемпионатах мира. Я участвовала в Олимпийских играх. И когда я заканчивала колледж, университет, мне поступило предложение о том, чтобы присоединиться к туру вот этой постановки и партерной полеты. Эта дисциплина, которую я сейчас исполняю, оказалась для меня просто идеальной. Я решила убежать с цирком Дюссалей. Попасть в Дюссалей можно и другим путем. Отправить резюме и видео на сайт цирка. И ждать. Если артист подходит, его позовут. История не очень сложная. Я закончил спорт буквально в прошлом году. И когда я уже заканчивал карьеру свою, я уже подумал, что надо куда-то попасть, наверное, в цирк Дюссалей. Я подал свою анкету на кастинг. Буквально через месяц меня пригласили на кастинг в Москве. Он как раз проходил в Москве. Я пришел на кастинг. Буквально через месяц меня пригласили. Ну, нужно было отправить сначала видео танцы сюда. И потом мне перезвонили уже с Америки. И уже сказали, что приглашают меня в ОВА на небольшой срок. Сейчас, то есть я уже работаю здесь почти год. В Монреале новичок разучивает номер, в котором будет выступать. Доводит до совершенства трюки под руководством опытного тренера. Проходит 3D-сканирование для того, чтобы костюмы сидели идеально. И учится наносить грим. Работа в цирке гарантирует стабильный высокий доход и всемирную известность. Я начал здесь, то есть я вхожу в команду, вхожу в работу сейчас полностью. И мне все нравится. Я хочу остаться до конца. Желательно доработать это шоу. В штаб-квартире Дюсалей – самый большой в мире костюмерный цех. Для пошива цирковой одежды закупается только ткань белого цвета, которая затем проходит обработку и окраску в соответствии с дизайнерскими эскизами. В год там изготавливается около 20 тысяч костюмов и 5 тысяч пар обуви. Самым сложным образом костюмеры считают наряд сверчка. На его создание уходит 75 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Дюсалей – это огромная логистическая махина, в которой отрегулировано все. Шоу «Ова» путешествует в 23 грузовиках с оборудованием и 4 больших автобусах, предназначенных для артистов. В шоу занято 100 человек из 20 стран. Половина коллектива исполнителей, еще 50 человек – костюмеры, терапевты, массажисты и другие закулисные работники. Принцип «все свое, вожу с собой» – это про Дюсалей. Артисты не должны думать ни о чем, кроме работы. Всем остальным занимается администрация – врачи, тренеры, питание, трансфер. Во время гастролей в Сочи цирк по просьбе артистов купил для удобства перемещения велосипеды. Потом подарили их малоимущим жителям города-курорта. Редактор субтитров А.Семкин У каждого шоу свой повар. Артистов кормят два раза в день. Нэнси вообще родом из Болгарии, поэтому наша кухня близка к болгарской. В кейтеринге, который есть на площадке, есть очень много блюд русской и не совсем русской кухни. Вот, например, она борщ. Пробовала пельмени. Все нравится и все очень близко. КОНЕЦ 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 Кроме того, цирк возит с собой собственный тренажерный зал. КОНЕЦ КОНЕЦ должны снять все эти детали. Белье загружает в стиральные машины, которые цирк всегда возит с собой. И стиральный порошок тоже. Сушит одежду на вешалках, обдувая вентиляторами. После того, как все просохнет, костюмеры осматривают каждую вещь и несут ремонтировать прохудившиеся. Все для ремонта возят с собой. Жизнь циркового костюма недолгая, в среднем полгода. В акробатических номерах и того меньше. Месяца по три. В райдере цирка есть любопытный пункт. Водка 5 литров в день. Сотрудники мастерской объясняют. Это чтобы пропитывать костюмы. Так ткань дезинфицируется, и артисты меньше потеют. Ответственные за реквизит перед каждым представлением приводят в порядок инвентарь, который используют на сцене. Редактор субтитров А.Семкин